Приветствую, ребята! Это наш новый проект Лимузин Lincoln Town Car У вас, наверное, первый вопрос, Санек А что же ты будешь с ним делать? Он же уже лимузин! Это готовый лимузин американского производства А сейчас я вам все расскажу и покажу Значит, ребята, заказ у нас такой С этого прекрасного лимузина, но уже устаревшего 2001 года сделать красивый папа-мобиль Ну, так его называют люди, которые видели то, что мы уже делали ранее Значит, перед у нас будет Excalibur Если вы знаете, что это, если нет, сейчас я вставлю картинку И вы посмотрите Это длинная морда под ретро-стиль На метр пятнадцать у нас передние колеса отводятся вперед Да, нужно будет раму резать На метр пятнадцать отводить Делать подкрылки, усилители различные В общем, это очень-очень непростая работа Значит, в центре самое интересное В центре вот здесь будет вставка, капсула такая Будет настоящая карета, ребята, как у Золушки То есть фигурная, не такая обычная, да? Там прямая, как коробки У нас в нашей стране, в России очень много делали Ну, и за границей я тоже видел, что делает Ну, что-то похожее на кареты Ну, то реально коробка на колесах Я по-другому никак не могу назвать Пусть никто не обижается Мы же сделаем фигурную Выпуклую И здесь стекла очень-таки сложные будут фигурные И крыша такая, ну, настоящая Золушкина карета будет Задок Задок у нас тоже будет в ретро-стиле Огромные такие расширители Ну, по-нормальному нужно проставки на мост ставить Ну, кто-то и хочет, кто-то не хочет Вообще проставки это зло на самом деле А у Линкольна если лопает полуось, то колесо улетает в сторону То есть, может быть, мы Это мы с клиентом обговорим Может быть, мы разрежем эту арку, заузим То есть, ну, если проставочку ставить, то минимальную А так здесь нужно где-то в районе 8 сантиметров Чтобы более-менее оно выглядело хорошо Ну, и задок тоже под низ То есть, муляж запаски будет Ну, в общем, я думаю, будет прекрасно, ребята Для этого был куплен Линкольн со вставкой 80 инч Ну, это самый оптимальный вариант По размерам для нашей переделки То есть, если длиннее взять, да, вставка еще больше будет Ну, это уже огромная карета будет То есть, ну, она смотреться не будет Это же золотая середина То есть, мы такие уже проекты делали Для нас это не впервые Первый проект мы делали на стареньком Ford Mercury Grand Margo Такая машинка существует Мы тоже взяли Линкольн Но там вставочка чуть-чуть поменьше была Ну, вот я не знаю, там 65 инчей, сколько Я точно не помню уже Ну, то есть, меньше Мы сделали эту капсулу А потом надели перед и зад под Excalibur Конечно, это все очень красиво Но машинка была старая Постоянно ломалась Ну, в общем, и как-то ее не восприняли у нас То есть, люди, где не видели Вот ее просто все фотографировали Все, ах, ох, ничего себе Вот эта красавица Она, ну, действительно Это вот смотришь на нее И просто это произведение искусства Вот все Вот вы говорите, что мы там то, это 6 на 6 делали золотые руки Все такое Но это действительно Вот вы, когда посмотрите Финиш Когда закончим мой проект Вы просто будете в шоке Делали второй такой проект Уже чуть-чуть вставка побольше Точно так, как здесь Действительно, вот побольше Сама капсула Ну, карета Она очень массивно Очень хорошо смотрится И сам хозяин Ну, в автомобиле Клиент На прошлом проекте Он еще душу туда влил Там поставил Очень красивые диски Вот эти все декоры Которые на машине будут Да, как в стиле карета В ретро стиле Все покрасил Специальным золотом Ну, похромировал Это специальная покраска Я точно не знаю технологии У нас в Киеве Мы отправляли И это все делали Очень красиво Очень прекрасно Все смотрелось Куча камней Сваровского Но здесь эти же элементы Тоже будут Куча камней Сваровского По салону Люстра очень красивая В баре Карета Ну, типа из золота была Ну, конечно, то не золото Но я вам кое-какие вставочки сделаю Чтобы вы понимали О чем разговор Все наши проекты По карете Предыдущие Да, которых мы две построили Они были проданы Проданы Одна в Марокко уехала Сам человек приехал в Киев Мы для киевского клиента делали Она в Киеве по свадьбам работала Ее очень любили Потому что она действительно Очень красивая была И приехал человек Где-то в интернете Нашел Нашел клиента По фотографиям Нашел номер телефона Там ее сзади Типа заднее стекло Но там уже все было зашито Высмотрел Позвонил Предложил какую-то сумму В общем продали ее И одну карету Продали в Америку Да, ребята Да, действительно В Америку Но самое интересное Я вам сейчас скажу Этот проект Тоже для Америки Будет Человек Который имеет Собственную фирму По переоборудованию В лимузины Легковые автомобили В лимузины Они увидели Тот наш проект Не смогли его повторить И приехали Ребята к нам Да, это действительно Вот так Значит Приехали Купили Наш украинский автомобиль Украинской регистрации Здесь мы его переделаем Полностью Узаконим по документам И он поплывет На Америку Вообще Ребята Очень много наших лимузинов Наверное Процентов 50 Которых мы делали Они распроданы С нашей страны За границу То есть Ну они действительно Очень хорошие У нас клиенты были Которые могли строить И могли оплачивать Хорошие салоны Хороший внешний вид Значит В Германии Очень много наших лимузинов Той же Америки В Америку Мы еще продали Копия Феррари Лимузин На базе Пыжо Мы строили Но есть видео Старое Если вы посмотрите То увидите Ламборгини Ревентон Тоже Ну там такая копия Для лимузина В принципе Это неплохо На митсубиси Эклипс На базе митсубиси Мы построили Ну Кому-то нравится Кому-то нет Но Америкосы Забрали Катаются И радуются Давайте посмотрим Что у нас в салоне Вот ребята Закрывается Ну Коя идея Подклинивает Сидение В хорошем состояние Ковролин Он вообще Американский Ковролин Его вообще Нереально Заменить Вот сколько Мы делали Мы такого Качества Здесь В нашей стране Даже под заказ Ну нереально Его привезти Он неубиваемый Вот эти все Детали У них уже Стеклопластика То есть фирма Которая Массово Их делала Клепала На весь мир Оно все Очень достойно Ходит Ну конечно Оно вообще Некрасиво Мне американские Лимузины Некоторых фирм Они мне нравятся Но только По качеству Изготовления Ну что оно Действительно Работает Годами И не отваливается А есть фирмы Которые Ну и Кривые Понаружи И внутри Точно так И в принципе В любых странах И в России Когда-то Их очень много Делали Боком Косо Раком И точно так И у нас Ну какие-то Были конторы Которые Сейчас Позагибались Уже Тоже Косо Раком Боком То есть Ну так Знаете Вот как Вы мне писали В комментариях Что лишь бы Денег сорвать Значит Салон у нас Полностью Весь разбирается Мы Все полностью Отсюда Вытаскиваем Вплоть до того Что и заднее сидение Боковые карты Двери полностью У нас завариваются Остается у нас Только передняя часть Неизменная И все Мы полностью С нуля Ребята Делаем С чего мы начнем Конечно же В первую очередь Мы начнем Изготовление Передней части Это будет Стеклопластик Усиленный Там очень много Слоев Но должно быть Очень мощное Потому что Сами детали Они как усилители Идут Значит Передних Два Огромнейших Крыла Капот И начнем Решетку делать То есть Нам машина Для этого Не нужна Начнем решетку Она с нержавейки Передний бампер Будет с нержавейки И коллектора По бокам Которые фотографии Вам покажу Тоже это все С нержавейки Если его С чего-то Другого Сделать Это будет Посмешище Значит По передку Я даю В работу Нашим ребятам Это все Делается Оно не Ну как бы Долго Делается Потому что Очень большие Детали Сейчас еще Холодно Зима Ну а мы Загоним В бокс И Полностью Начнем Разборку Полностью Крышу Сдираем Все кожзамы Стекла Вытаскиваем Все молдинги Салон Полностью Под ноль Разбираем И начнем Изготовление Кареты Продолжение следует Ну что ребята Вот мы и разобрали Наш салон В общем Что мы увидели Там очень много проблем Скажу так Что лимузин Приехал Стал вовремя На переделку Потому что Еще бы годик Он просто Все бы высыпалось Сквозь днище Вниз В общем Днище Правой части Вообще Нету Целого места Там все Под шумоизоляцией Просто все Дырявое Как решета Боковые панели Точно так же Внизу Полностью Все ржавое И уже Кое где Дырки были Но боковые панели Нас меньше Интересует Так как Почти все Будет Вырезаться Дырки А вот Почему Почему Не вставляют Хотя Уже Следующие Более Новые Модели Линкольные И Креслера Они уже Вклеивают Стекла Ну Вроде бы Таких проблем Нету Но Часто В лимузинах Такие проблемы Встречаются Что Через Боковые Стекла Затекает Вода В салон И Люк Люк Запомните Ребята Люк В крыше Если Это не Заводской Автомобиль А лимузин Уже То же самое Через люк Затекает Потому что Все водостоки Нарушены Где-то Вода Застается Потом Капает Это все В салон Ну И в общем Мы видим Какие проблемы После этого Продолжение следует... В принципе У нас все готово К распилу Значит В нужных местах По низу Мы подставили Специальные козлики Это для того Чтобы Когда мы Вырежем крышу Лимузин Просто может Сложиться Не хватит Жесткости кузова Мы это все Предусмотрели Подперли его И поставили Свои метки Кое-где По кузову Для того Чтобы смотреть И наблюдать Будет он складываться Или нет До тех пор Пока Свой каркас Не сделаем Силовой каркас Уже Для капсулы Кареты Ну что Начнем пилить Был такой Прекрасный Лимузин А теперь Будет Пафомабин Продолжение следует... Продолжение следует... Вот мы и порезали Нашего лимузина Короче Все что не нужно Нам Просто покромсали И выкинули в сторону Сейчас мы приступаем Усиление порогов И изготовление Второго днища Которое нам уже нужно То есть второй этаж Оно будет полностью ровное Без туннеля под кардан Ну В карете Нам не нужен этот горб А первый этаж Первое днище Которое мы отремонтировали Мы полностью загрунтовали Вскрыли битву Для того Чтобы оно уже В дальнейшем не гнело Потому что Доступа туда вниз Уже не будет В общем Наше видео Подходит к концу Рассказал вам Показал А меня очень интересует Ваше мнение Что вы скажете О нашем проекте Нравится вам или нет Наш папа-мобиль Скажем так Интересная ли Это затея Вот Пишите об этом В комментариях Пока ребята Поставь лайк И подпишись на канал